здравствуйте дорогие подписчики сегодня 26 июня вы смотрите обзор главных аграрных новостей за последние две недели у нас полегли ячмени пшеница легла в кавычках цена на пшеницу и только экспорт зерна стал по чуть-чуть подниматься все подробности сегодня выпуски сбываются прогнозы аналитиков о том что в июне экспорт зерна а именно пшеницы очень сильно вырастет фиксированная пошлина которая действовала до конца мая включительно составляла 50 евро за тонну пшеницы новая плавающая пошлина значительно ниже этих значений она составляет 38 долларов за тонну и хотя с тех пор как плавающая пошлина была введена ставка ее выросла на 10 долларов все равно экспорт пшеницы сейчас в июне остается гораздо более выгодным чем в мае аналитики предполагают что в мае суммарный экспорт пшеницы за границу может превысить те объемы которые вывозились в течение последних трех месяцев например агентство савэкон оценивает экспорт зерна из россии в июне в 2,7 миллиона тонн включая 2,4 миллиона тонн пшеницы впрочем у аналитиков например рус агротранса другая позиция они полагают что будет вывезена 2,2 миллиона 100 тысяч тонн пшеницы этот рост экспорта очень быстрый и в то же время неприятный для наших аграриев потому что может снизить закупочную цену в портах об этом сказал глава агентства про зерно владимир петриченко по данным савэкона на внутреннем рынке цены на пшеницу постепенно падают они снизились примерно на 250 170 рублей в зависимости от класса пшеницы и например на за тройку сегодня в европейской части россии на условиях самовывоза дают 13 тысяч семьсот семьдесят пять рублей за четвертый класс 13 тысяч 600 рублей за тонну с начала нового сезона ситуация с ценами может усложниться полагает глава агентства савэкон андрей сизов он объясняет что снижение ставки пошлины происходит постоянно и это не очень хорошо для падающего рынка когда цена на пшеницу в следующем месяце становится ниже чем в месяце предыдущем при таких условиях получается что экспортер платит за платит ставку по повышенной цене тогда как на мировом рынке цена уже успевает снизиться сейчас на фобе пшеница стоит 251 доллар за тонну за последние две недели пшеница потеряла порядка десяти долларов но речь конечно идет о зерне с протеином 12 с половиной процентов что будет дальше большой вопрос сейчас в июне экспорт очень большой что будет в июне в июле непонятно ну например игорь повенский глава аналитического центра рус агротранса обращает внимание что в прошлом году июль был не очень активным в плане экспорта тогда вывезли за рубеж всего 2,9 миллиона тонн пшеницы в то же время в августе экспорт практически удвоился было поставлено за рубеж 4 миллиона 900 тысяч тонн пшеницы поэтому возможно в июле произойдет небольшой спад а в следующем месяце традиционный рост по экспорту в этом году погода заставляет нас задуматься над философским вопросом что лучше засуха или избыток влаги аграрии напуганные весенними всходами в этом году активно кормили пшеницу культура оказалась отзывчива и особенно на высоких агрофонах и там где не работали ретардантами выкинула очень длинные колосья начале июня оксадки на юге россии сопровождались сильнейшими ветрами и как результат посевы полегли в ростовской области особенно на юге региона на некоторых полях мы видели что градом и ветрами положила до четверти площадей но какой-то урожай получить конечно еще возможно а вот в некоторых районах краснодарского края просто катастрофа вот как высказался об этом вячеслав легкодух фермерский амбудсмен кубани ужас это мягко сказано когда подряд шесть полей справа шесть слева от дороги полностью втоптаны в землю а этих полей в павловском районе более 3000 гектаров то осознаешь масштабы этого горя ну надо сказать что в павловском районе пострадало более 5000 гектаров посевов по данным легкодуха еще около 3000 гектаров погибло в кавказском районе региона с лежащим ячменем и пшеницей уже ничего не сделаешь разве что убирать их со стебли подъемниками ну правда те кто пробовал говорят что это так себе удовольствие если у вас есть такой опыт пожалуйста поделитесь им в комментариях тем не менее уборка началась первыми к жатве приступили нефтекомский левокомский буденовский округа ставропольского края здесь убирают озимый ячмень его урожайность сейчас на уровне 33,6 центнера с гектара агентство савыкона видя как в каком состоянии посевы повысила прогноз урожая пшеницы в россии до 84,6 миллиона тонн это довольно близко к тому что собрали аграрии в прошлом году 85,9 миллиона тонн пшеницы интересные изменения наблюдаем на рынке минеральных удобрений компании уралхим и уралкалий принадлежащие дмитрию мазепину на фоне споров о стоимости удобрений объявили что будут замораживать цены на свою основную продукцию аммиачную селитру и калий а также демонстративно покинули профильную ассоциацию российской российскую ассоциацию производителей удобрений и так уралхим и уралкалий заявили что стоимость удобрений осенью этого года будет сохранена на уровне мая 2021 года кроме того директор уралхима дмитрий коняев заявил что компания выходит из российской ассоциации производителей удобрений потому что хочет без посредников и дополнительных согласований отвечать за принятые решения и выбранный курс перед правительством россии ну скажем бэкграунд этой фразы остался за скобками мы не знаем что же за конфликт произошел между производителями удобрений кстати российскую ассоциацию производителей удобрений возглавляет директор фосагра при этом насчет регулировки цен высказалась вице-премьер россии виктория абрамченко она заявила что правительство отказалось от идеи фиксированных цен на минеральные удобрения но при этом другие меры экономического регулирования такие например как плавающие пошлины на удобрения с ее абрамченко точки зрения должны применяться ну каков итог понятно что осенью аммиачная селитра или калий наверное не нужны будут нам в очень больших объемах но возможно есть смысл купить их про запас чтобы лежали до февраля потому что кто его знает что случится в двадцать втором году тем временем фосфорные удобрения которые как раз понадобятся нам осенью продолжают дорожать амафос 1252 59 тысяч рублей за тонну диамоний фосфат 55 тысяч рублей за тонну сульфа мафос 2020 почти 40 тысяч рублей такие расценки по крайней мере предлагают в ростовской области можно ли тратить на удобрение меньше денег и при этом получать больший эффект на этот вопрос есть ответ у наших партнеров компании иглус которая производит биоразлагаемые полимеры для защиты азота и фосфора в почве на выставке день донского поля который прошел в зернограде компания показала как работают эти препараты агрономы знают попадая в кислую или щелочную почву фосфор недолго остается в доступной для растения форме он связывается с тоннами кальция железо или алюминия и образует соединение которые растение усвоить не может ученые нашли выход два препарата внутри charge для фосфора и энстрайкер для азота служат биоразлагаемой оболочкой которая продлевает время доступности макроэлементов две емкости семитировали почвенный раствор в одну емкость налили жпу это жидкое комплексное удобрение без нашего с нашим препаратом вот в эту емкость в эту емкость мы налили жк у без нашего препарата без препарата мы причастны и для того чтобы было видно как происходит связывание фосфора с кальцием происходит вот такой осады логика проста чем дольше макроэлементы остаются доступными тем больше питания получает растение тем выше урожай на зимой пшеницы у нас в среднем стабильно 3-4 центнера прибавка урожая при затратах вернее при норме внесения 100 килограммов на фоса удорожание нашего препарата идет на 800 рублей то есть это 800 рублей дополнительные затраты на 1 гектар при этом прибавка урожая составляет 3-4 центнера средний 3-4 энстрайкер достаточно добавить в касс внутри чарджем обрабатывают гранулы фосфор содержащих удобрений если мы говорим про внутричаж который наносится на гранулированное удобрение то для этого у нас есть специальная мобильная установка которая называется внутричарджер мы непосредственно на ней производим нанесение питания нанесение препарата на минеральное питание приобрести эти защитные растворы аграрии юга россии могут у официального дистрибьютора продуктов внутри чардж и энд страйкер компании агромакс контакты есть ссылки под описание российские производители спецтехники к сожалению не придумали такого полимера который бы сделал эффективнее металл на металл дорожает и поэтому все надежды производители сельхозтехники возлагают на правительство россии на прошлой неделе рост спецмаш провел годовое собрание на котором обсудил итоги развития отрасли в кризисный 2020 год сельхозмашиностроение выросло на 29,6 процентов это фантастический рост в два раза больше чем в 2019 году но теперь все упирается в стоимость металла это бьет по аграриям как косвенно через цену сельхозтехники так и прямо через стоимость тех ангаров хранилищ которые всем необходимы рост спецмаш просят правительство обеспечить внутреннюю стоимость металла на уровне не выше 80 процентов от средней мировой цены а также в текущем году выдать дополнительные средства на поддержку отечественного машиностроения а именно направить пять с половиной миллиардов рублей на субсидирование программы 1432 5 миллиардов рублей на льготный лизинг машин и оборудования и еще 4 миллиарда рублей на строительно-дорожную технику прицепы полуприцепы и пищевое оборудование но споры о финансировании программы 1432 идут практически каждый год в 2021 году было предусмотрено 10 миллиардов рублей на эту программу деньги естественно закончились в мае минпромторг просил правительство найти дополнительно 4 миллиарда рублей но вот к июню пожелание рост спецмаша выросли до 5 с половиной миллиарда на рублей кстати в следующие годы в 2022 23 и 24 рост спецмаш просит предусматривать ежегодно не менее 15 миллиардов рублей на субсидирование отечественной сельхозтехники с 29 июня нас ждет еще одно новшество которое касается госрегулирования рынка пестицидов премьер-министр россии михаил мишустин утвердил перечень пограничных пунктов пропуска через который можно будет ввозить в страну пестициды и агрохимикаты таких пунктов будет 14 автомобильные бурачки забайкальск убылина убылинка шумилкина железнодорожные валуки забайкальск и посень воздушные кневичи во владивостоке домодедово-шереметьево в москве из морских портов будут принимать пестициды большой порт санкт-петербурга владивосток восточный и ура новороссийск новороссийск оказался единственным пограничным пунктом пропуска для пестицидов на юге россии в правительстве объяснили что в перечень были включены порты которые оснащены специальными специальным оборудованием для того чтобы отслеживать объемы и качество возимой продукции контролировать ввоз пестицидов будут федеральная таможенная служба и россельхознадзор советник руководителя россельхознадзора юлия милана заявила что вот этот новый порядок довольно серьезный шаг и несомненно радостное событие по ее словам в последние годы юго-восточная азия поставляла нам препараты которые были мягко говоря которые мягко говоря представляли угрозу для здоровья человека теперь же россельхознадзор просто не даст не допустит поставок некачественных агрохимикатов закончу выпуск по традиции хорошей новостью минсельхоз россии смилостивился и оставил производителям молока капексы об этом мы узнали из интервью зам министра елены фастовой российской газете елена владимировна пояснила что капексы на самом деле отменять никто не хотел хотели просто изменить порядок предоставления субсидий поскольку ежегодно над поддержку производителей молока и переработчиков молока государство тратило до 5 миллиардов рублей вот как раз по этим самым капексом однако принимая во внимание что эта мера востребована было принято решение ее сохранить елена фастова также опровергла заявление минсельхоза что регионам которые будут слишком медленно перечислять господдержку хозяйством урежут финансирование фастова объяснила что это было скорее предупреждение для того чтобы стимулировать регионы поднять кассовую дисциплину это предупреждение возымело действие за две недели объем перечисления денег вырос с 21 процента до 30 процентов к первому июля по расчетам по подсчетам фастовой этот показатель приблизится к плановому 50 процентов в общем дорогие аграрии нас просто немножко попугали деньги будут на этом выпуск завершён желаю вам всего хорошего и обязательно сухой погоды в уборку до заставляет